Добро пожаловать в лабораторию легочной функции. Сегодня вы пройдете дыхательный тест, который измерит функцию ваших легких. Этот тест состоит из нескольких частей, однако сегодня вас могут попросить выполнить только некоторые из них. Во время тестов необходимо будет сидеть прямо, поставив ноги на пол. Во время теста вы будете также использовать загубник, с помощью которого аппарат будет измерять ваше дыхание ртом. Загубник может показаться неудобным, но очень важно, чтобы ваши губы плотно прилегали к нему, таким образом предотвращая утечку воздуха. Это поможет нам получить более точные результаты. Зажим для носа предотвратит утечку воздуха из носа. Лаборант поможет вам с каждым этапом следующих тестов. Первый тест называется тест спираметрии. Этот тест проверяет вашу способность вдохнуть и быстро выдохнуть весь воздух из легких. Вы начнете с обычного дыхания, затем лаборант попросит вас сделать один очень глубокий вдох, полностью наполняя легкие. Затем вас попросят выдохнуть воздух как можно быстрее и сильнее. Вам нужно будет продолжать выдыхать до тех пор, пока вас не попросят остановиться, даже если вам кажется, что у вас больше не осталось воздуха. Следующий тест называется тест с гелием или азотом. Этот тест измеряет максимальное количество воздуха в легких и количество оставшегося в легких воздуха после медленного выдоха. Вы начнете с обычного дыхания в течение нескольких минут. Через несколько минут вас попросят сделать очень глубокий вдох, полностью наполняя легкие, а затем медленно выдохните до тех пор, пока в легких не останется воздух. Вам нужно будет продолжать выдыхать до тех пор, пока вас не попросят остановиться, даже если вам кажется, что у вас больше не осталось воздуха. Следующий тест называется плетизмография. Этот тест также измеряет максимальное количество воздуха в легких и количество оставшегося в легких воздуха после медленного выдоха. Во время этого теста вы будете сидеть в стеклянной коробке. Стеклянная дверь будет закрыта во время теста. Если закрытое помещение вызывает у вас чувство тревоги, сообщите об этом лаборанту. Вы начнете дышать, как обычно, приложив руки к щекам. После нескольких вдохов вас попросят сделать короткие, быстрые и неглубокие вдохи с частотой дыхания около одного вдоха в секунду. В один момент трубка будет заблокирована всего на несколько секунд. Вам будет трудно дышать и это может вызвать небольшой дискомфорт, но продолжайте дышать, пока вам не скажут остановиться. Спустя несколько секунд мы попросим вас дышать, как обычно, а затем сделать глубокий вдох, полностью наполняя легкие. А затем медленно выдохнуть, пока в легких не останется воздуха. Вам нужно будет продолжать выдыхать до тех пор, пока вас не попросят остановиться, даже если вам кажется, что у вас больше не осталось воздуха. Последний тест называется тестом на диффузию. Этот тест измеряет способность газа из воздуха проходить через легкие в кровь. Вы начнете с обычного дыхания. После нескольких вдохов и выдохов вам нужно будет сделать глубокий вдох, полностью наполняя легкие. Задержите дыхание примерно на 10 секунд. Затем вас попросят медленно выдохнуть весь воздух из легких. Продолжайте выдыхать, пока вас не попросят остановиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова